Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у меня на обзоре ослепительный свитер. Он так и называется. На сайте у меня открыта страничка и написано «Ослепительный свитер». На самом деле, очень классный. Это из категории тех вещей, которые мне хочется взять и связать сразу. На данном этапе у нас обзор. Возможно, свяжу с большой, с очень большой вероятностью, я его свяжу. Все-таки очень мне нравится. Он одним полотном. Ну, там шелк на рукаве. Значит, первым делом узор. Девчонки, комбинация узора. Там лицевая гладь, изнаночная гладь, платочная. Я вот так вот провязала этот образец. Здесь раппорт, высоту. Он составляет 46 рядов. И здесь вот расписала, какой лицевую и изнаночную. Вот полоса блёстки, да, и полоса серая. Это понятно. То есть, вот он раппорт. Все чередование лицевых. Это слишком длинное видео будет. И я считаю, это не нужно. Это лишнее. Вот, за скриньте, кто будет вязать за скриньте, не будем на этом углубляться, как бы останавливаться слишком долго. Все я обозначила. Лицевые и изнаночные петли, блёстки и цвет полосы. Вот оно все. Ну, тут в одном цвете. Вот здесь вот у нас полоса блёсток. И здесь серая полоса. И здесь вот блёстки. Вот. Все, девчонки, по узору вот это вот все. Так, сам джемпер, девчонки. Вот выглядит он таким вот образом. Откуда мы начинаем? Начинаем мы снизу, набираем полуотхват бёдер. Плюс на свободу облегания. Ну, не очень много. Ну, 7-10 сантиметров. Плюс. Полуотхват бёдер. Далее вяжем резинкой один на один. Потом переходим на основной узор. Он там у нас начинается не с начала, а с большой полосы блёсток. То есть, вот здесь вот она. То есть, отсюда вот начинается. С 7-го ряда. Вот. Но это не суть важно. Можно начать с этого. Как бы я почему-то так начала рисовать. Но вообще, вообще вот отсюда начинается с этой изнаночной, как бы, глади. Ну, так, идём дальше. Значит, далее. Ага. Что ещё хочу сказать. Мы измеряем длину, общую длину нашего джемпера. Сколько у вас, Игорь, пусть будет. И от этой длины, из общей длины мы отнимаем вот расстояние до, как бы, проймы. И вяжем до этой проймы. При этом прибавляем где-то один раз в четвёртом ряду. Вот, небольшое такое прибавление делаем. Вот. До проймы. Далее у нас идут крутые такие добавления. Где-то по 4 петли в четвёртом ряду. А здесь будет 4 петли во втором ряду. Вот. Пока мы не выйдем, как бы, на ровную. Эта высота у нас будет где-то, вот это расстояние до ровного. Вот приблизительно, как у нас пройма, да, рисуется. Вот мы, вот, вывязываем пройму. Где-то 5 сантиметров вот здесь вот. То есть, эти добавления по 4 петли где-то на высоте 5 сантиметров мы их делаем. То есть, здесь высота у нас 5 сантиметров, а здесь вот так вот плавно оно будет уходить сюда. То есть, эти добавления мы делаем с обеих сторон. Здесь, значит, вот эта 1 в четвёртом ряду не сначала, вот здесь вот где-то 10-15 сантиметров мы провязываем ровно, а далее делаем вот эти добавления 1 раз в четвёртом ряду. Далее 5 сантиметров, довязываем до точки проймы и добавляем по 4 петли в каждом втором ряду. И далее уже ровно добавляем плюс то количество петель, которое вам нужно до длины рукава. Это мы делаем с обеих сторон. Добавляем эти петли и вяжем ровно. Вяжем ровно на ширину рукава. Вот сколько у нас здесь половина рукава. Сколько мы вяжем? Это, как правило, от 10 до 15 сантиметров. 10-15 сантиметров. Вот мы находимся в этой точке. Это мы вяжем ровно. Там видно хорошо, что рука вяжет ровно. И вот здесь, по плечу, у нас уже начинаются незаконченные ряды. Вот таким вот образом. Ой, девчонки, неправильно нарисовала. По переду у нас вот так вот будет. Это горловина плюс вот эти вот незаконченные ряды. Плюс линия плеча. Вот они. Вот таким вот образом. Начните одновременно и горловину, и плечо. И будет вам удобно. Таким образом мы довязываем до верху. Так, начала вам, смотрите, объяснять. Но это я вырежу, потому что хотела объяснить, как цельновязанные вязать. Но я решила, что я вас еще больше запутаю. Лучше вяжите две детали отдельно. Кто не очень, как бы, знаком. Кто знаком, тот поймет, как соединить вот эти две детали, чтобы здесь не было шва. Вот. А я вам объясню, как спинку. То есть спинку мы вяжем полностью одинаково. Только вверху мы вяжем какое-то время вот то, что я показала. Незаконченные ряды до горловины. Она здесь находится выше. И где-то в шесть ряду у нас горловина спинки. Вот. То есть совсем чуть-чуть выемка. Запутала я вас. Вот. То есть две одинаковые детали. Разница лишь только в горловине. Горловина более глубокая для передней детали. И мелкая горловина для спинки. Вот. Я думаю, ну, в принципе-то это понятно. Кстати, есть у меня джемпер, вот по такому принципу, кстати, связан. Ну, другой вязкой. Но вот точно так же он связан. И точно так же незаконченные ряды. Только они у меня идут прям сюда. Ну, принцип очень хорошо показан. Я вам оставлю ссылку под видео в описании, кто будет действительно вязать. И для лучшего понимания идеи вот этого джемпера, посмотрите это видео, и вы поймете, что я имела в виду, когда я вот это вот рассказала. Там все и боковые ушки добавления, и вот эти вот добавления, и горловина. Все там есть. И он связан из двух деталей. И подробнее рассказано. Я же склоняюсь к тому, что я все-таки вот этот джемпер свяжу, и потом вам покажу подробно. Все. На сегодня все, девчоночки. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. С вами был Игорь Негода.